МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Ну, тем по традиции будет несколько. Давайте расскажем, о чем можно будет послушать сегодня на этом инфодне. На этом раз четыре темы. Первая тема – на нем жилье. И также мы о опасности домашней химии говорим. И еще профессор Дальниско-технического института скажет нам о здоровье питания. Вот если говорить о теме аренды жилья, то кто здесь подразумевается под потребителем? Именно тот, кто снимает жилье? Или там будет много полезной информации для тех, кто жилье сдает в аренду? Все начинается из заключенного договора. Если в договоре только написано на нем жилье, тогда нельзя брать дополнительные рассуды, это квартирную щемчку. Поэтому вопрос будет спорой все время. Если рассматривать, например, человека, который сдает жилье в качестве потребителя, то часто он имеет проблемы с тем, чтобы, например, выселить квартиросъемщика, который не выполняет своих обязательств, не платит за квартиру. Здесь может помочь ваша служба? Или все-таки нужно обращаться в какие-то другие инстанции, скажу, к юристам? Это уже договорные связи, поэтому мы не можем помочь этому квартиру съемщику или собственнику квартиры. Но они все-таки должны идти в суд, если такие большие проблемы возникают. Или несколько раз поможет квартирное товарищество. Насколько часто какие-то проблемы, которые возникают с правами потребителя, переходят в суд? Или часть из них, и большинство из них, можно решить уже на этапе обращения в департамент? Есть ли такой этап, что в государственном департаменте защиты прав потребителя, комиссия, потребительский спор? И уже там несколько вопросов решаются, чтобы торговец должен платить деньги обратно, или торговец должен заменить товар, если раньше он не хотел это сделать. И если там решения не будет, тогда надо идти в суд. А вот давайте как раз объясним людям, куда им в первую очередь стоит обращаться. Потому что вы упомянули государственный департамент защиты потребителя, но он с этого года объединен с департаментом технадзора, и у него такое единое название – департамент защиты потребителя и технадзора. При этом есть еще служба цен и защиты потребителя при Таллинском департаменте предпринимательства. Вот когда, в каких случаях, куда идти? Мы уже действуем 25 лет, и наш отель занимается вопросами, консультациями и жалобами в сфере торговли и обслуживания. И вот такими вопросами можно обратиться к нам. То есть, в принципе, без разницы, или туда, или к вам? Да, этого года уже сделали это соединение, этого две департамента. И если я читала их устав, тогда я уже посмотрела, что они немножко занимаются с политикой большинством. И этот период, как будто же... Да, приграничная торговля. Вот, да. И мы не занимаемся интернет-торговлей. Вот этим вопросом занимаются государственные. Ну что же, в завершение нашего интервью давайте напомним, куда нужно приходить людям, и, может быть, даже покажем расписание сегодняшнего дня предпринимательства. Мы приглашаем все покупатели, предприниматели, торговцы, Рафус Раматококу, 11 часов, да. И синхронный перевод там. И мероприятия. И можно идти любое время, когда... То есть, не обязательно приходить сначала, можно прийти, когда... Конечно. И вопросы мы принимаем, наши специалисты принимают эти вопросы, кто присутствует в этом зале. И можно передать вопросы тоже лекторам после выступления. Ну и что, главное, мероприятие бесплатно, открыто для всех. Так что добро пожаловать. У нас в гостях была директор службы цены защиты потребителя Таллиннского департамента предпринимательства Ави Юрген. Спасибо. Спасибо большое.